Пока Российская Федерация буквально уничтожает, стирает с земли украинские города, Украина продолжает спасать мировую продовольственную систему. Об этом мы далее будем говорить. Коридор для вывоза зерна из Украины по Черному морю могут согласовать уже вскоре. О том, что стороны планируют подписать соответствующие договоренности, примерно с 18 по 24 июля, сообщила одна из турецких газет. О возможном достижении соглашения в этот период заявлял в том числе и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. Случилось это после переговора в Стамбуле, зерновых переговорах, как их уже окрестили наши коллеги из средств массовой информации. На каких условиях может произойти этот процесс разблокировки украинского экспорта и какие выгоды в том числе получит от такого процесса Российская Федерация, об этом всем узнаете в следующем материале. Соглашение, которого Украина, Россия, Турция и ООН предварительно достигли на переговорах в Стамбуле, предусматривает вывоз зерна из трех портов. Отправлять его планируют в сопровождении украинских кораблей. Они будут идти по определенным коридорам, для которых частично разминируют акватории Черного моря и введут режим прекращения огня. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Согласно их данным, по возвращению инспектировать суда в украинских портах будут представители Турции. Турецкие военные должны проверять, чтобы этими суда не провозилось оружие. Естественно, любое передвижение в акватории Черного моря будет отслеживаться и любые суда, скорее всего, будут тоже проверяться нашими пограничниками на предмет того, что там не находится, например, какой-нибудь российский десант. А чтобы отслеживать уровень угрозы для судов, ООН организует в Стамбуле специальный центр управления и контроля. Это будет такой себе третейский суд, который будет решать какие-то спорные вопросы, которые будут возникать либо у России к Украине, либо у Украины к России. И относительно главное гарантировать того, что будут выполняться все соглашения. Но параметры сделки еще должен согласовать президент России, подчеркивает источник The Wall Street Journal. Ожидает, что это произойдет 19 июля во время визита Путина в Тегеран, где он должен встретиться с президентом Турции. Если договоренности будут достигнуты, то на частичное разминирование акватории понадобится еще несколько недель, отмечают эксперты. Есть страны, которые это умеют делать, в том числе это Турция, это Болгария, это Румуния. Кроме того, что есть договоренности и пойдут корабли, нужно же еще страховать эти корабли. Найдется ли тот смельчак, который возьмет на себя первый проход. Поэтому ему действительно нужно гарантировать какие-то страховые гарантии. Есть проблема определения последовательности вывоза зерна украинскими компаниями и международными компаниями. Потому что у нас есть достаточно много западных компаний, которые участвовали в покупке и вывозе украинского зерна. Но на каких условиях Кремль может пойти на разблокировку экспорта, пока точно неизвестно. Как одну из возможных уступок, эксперты называют то, что Минфин США разблокировал сделки с Россией по продовольствию, семенам, удобрениям, а также лекарствам и медоборудованию. Кроме этого, ЕС недавно опубликовал разъяснение по транзиту санкционных грузов и разрешил возить многие из них в Калининград через Литву по железной дороге. Это тоже могло быть одним из послаблений в обмен на вывоз зерна. Еще один момент, который тоже может влиять, это то, что Россия ведет диалог со странами арабского мира. В первую очередь Саудовская Аравия, которая начала покупать у нее много нефти в последнее время. И эти страны, которые больше всего зависят от именно вот этого зерна наряду с Египтом, они, естественно, от России просили каких-то действий. Международники считают, что со стороны России стоит ожидать какого-то подвоха, поскольку разблокировка украинского экспорта ей очень невыгодна. Они фактически теряют рычаг давления, который создавали благодаря войне и благодаря продовольственному кризису. Еще один нюанс. Пшеница украинская фактически конкурировала на международных рынках с российской. Если Россия блокирует порты и не дает выходов украинской пшеницы, то, естественно, она может продать больше своей пшеницы или украденной у Украины и выдаваемой за свою. Одной из скрытых причин, почему Кремль может пойти на соглашение по разблокировке вывоза зерна, эксперты называют его попытку показать себя способным к диалогу с мировым сообществом. Так Россия надеется в дальнейшем усадить Украину за стол переговоров и настаивать, чтобы она согласилась на территориальные уступки. Наталья Волошина специально для информационного марафона Freedom телеканала UA. Детальнее о теме экспорта украинского зерна и общей системе продовольствия и участия в этой системе Украины будем говорить с Николаем Горбачевым, президентом организации Украинская зерновая ассоциация. Николай, здравствуйте. Мы рады вас приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте. Добрый день. Вот слышали мы в том числе месседжи о том, что Российская Федерация может не согласиться на экспорт подобный. Мы, наверное, сейчас я говорю о геополитических каких-то амбициях Российской Федерации, но тем не менее, вам не кажется, что решение России пойти на переговоры, если можно это назвать уступки, но оно выглядит так неоднозначно со стороны самой Российской Федерации. Тут российские войска, оккупационные администрации буквально крали у Украины зерно, перевозили на территорию Российской Федерации, впоследствии потом пытались продавать в том числе и через Турцию и другие государства. А тут Россия соглашается на переговоры. Скажем так, вам это не выглядит, вот что-то, знаете, как-то к тому украинскому анекдоте как-то неудобно? Вы знаете, что я могу сказать? Цель любой войны – это установление более долгосрочного мира на других условиях. И мне кажется, Россия начала тестировать всемирную систему, на каких условиях она сможет установить новый мир. Одним из таких условий – это, конечно же, открытие продовольственных рынков. И в этом нам повезло, потому что в этом заинтересован и Европейский Союз, и США, и в этом заинтересованы африканские страны, и страны, которые добывают нефть. Это Египет, Саудовская Аравия. Поэтому очень большой круг интересантов для экспорта зерна из Украины. Я думаю, что Россия тестирует, на каких условиях это возможно сделать. И вот еще делегации Украины, России, Турции и ООН на переговорах в Стамбуле 13 июля согласовали ключевые параметры сделки по экспорту украинского зерна через Черное море. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей Турции и ООН. Зерно планируют вывозить из трех украинских портов на украинских судах. Они будут идти по определенным коридорам, для которых Украина частично разминирует акваторию Черного моря. В районах этих коридоров будет действовать режим прекращения огня. И вот все-таки хотелось бы детальнее с вами обсудить, а какие выгоды у Российской Федерации все-таки пойти на этот шаг и все-таки допустить и разминирование акватории Черного моря, и вывоза украинского зерна. Вы знаете, я думаю, что... Я практически уверен, что России придется пойти на какие-то уступки перед мировым сообществом, потому что у нее очень большие интересы в Европе. Это и поставка энергоносителей, и поставка золота. Поэтому им придется что-то уступать. И вот они пробуют, тестируют, что же можно уступить. Дело в том, что сильно большая продовольственная инфляция в Европе, она подталкивает Европейский Союз более радикально решать вопрос с экспортом зерна из Украины. Потому как это долго продолжаться не может. На сегодняшний момент инфляция продовольственная в Европе уже достигает 8%, а в некоторых странах и до 15%. Если африканские страны, они просто отрезаны, миллионов 40-50 человек голодают из-за того, что Украина не поставляет зерно, то в Европе повышаются цены на продукты. Это может вызвать социальное напряжение сейчас, которое будет длиться достаточно долго. Поэтому Европа, я думаю, включилась для решения украинского вопроса с экспортом. По данным украинских журналистов из издания «Слово и дело», Украина с начала маркетингового года, с июля 2021 года, это данные по состоянию на 20-е числа февраля этого года, до начала полномасштабной агрессии Российской Федерации, Украина увеличивала объемы экспорта зерновых и зернобобовых более чем на 30%. 42,6 миллиона было тонн, больше всего было их вывезено кукурузы и пшеницы. Это я к тому, что непосредственно в наших эфирах российские эксперты говорили о небольшой части украинского экспорта в мировой системе продовольствия. Вы как представитель украинских аграриев, можно так в принципе сказать, давайте так, человек, который непосредственно отвечает, в том числе за часть украинского экспорта и в том числе за часть Украины в мировой системе продовольствия. Скажите нам, какая часть Украины и что потерял мир с начала полномасштабной агрессии Российской Федерации, ну и до сегодняшних дней, когда уже начались переговоры о разблокировке украинских портов? Ну, здесь, конечно же, слова России выглядят очередной ложью. Украина очень большой поставщик зерна. Мы выращиваем 107 миллионов тонн зерневых и масличных, из которых 70 миллионов тонн мы экспортируем. Мы самый большой в мире экспортер, например, подсолнечного масла. Мы производим практически 30% в мире подсолнечного масла. Мы номер два, номер три экспортера до года в году в сумме по зерну. Мы экспортируем более 50 миллионов тонн зерновых. Это огромная цифра. Если взять мировой объем по торговле, например, пшеницей, то в этом году он будет меньше, чем 200 миллионов тонн. И кукурузы будет там где-то около 180. То есть суммарно это составит где-то 400 миллионов тонн, из которых Украина поставляла более 50 миллионов. Вот можно представить, какой вес Украины в мире. Поэтому, конечно же, слова о том, что Украина небольшой поставщик, это абсолютная ложь. И вот еще, что интересно, Дмитрий Кулеба высказал, министр иностранных дел Украины, высказал мнение в интервью испанской газете LPS в том, что Россия хочет выглядеть такой спасительницей Африки и Азии от голода. Давайте послушаем цитату Дмитрия Кулеба и далее обсудим. Я вижу только одну возможную причину. Они хотят показать странам Африки и Азии, что хотят спасти их от нехватки продовольствия. Но это правда. Россия не заинтересована в том, чтобы Украина экспортировала, потому что они знают, что если мы будем экспортировать, мы будем получать доходы с международных рынков, и это сделает нас сильнее. Необходимо решить проблемы безопасности, связанные с позицией России. Мы находимся на завершающей стадии, и теперь все зависит от России. Если они действительно захотят, скоро начнется экспорт зерна. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины. Мне интересно, как вы оцениваете такие мотивы Российской Федерации, потому что все же понимают, что Россия не случайно заблокировала украинское зерно, просто так вышло. У России изначально были цели, изначально были планы, изначально была вот такая цель. Таким образом попрепятствовать поставкам украинского зерна и спровоцировать вот этот действительно потенциальный голод в странах Африки, Азии, да и не только. И вот сейчас Россия как будто бы пытается показать, что вот мы вас все-таки спасаем. Вы знаете, если взять производство зерна в Украине, то мы производим из 100% всего зерна, там более 100 миллионов тонн, мы потребляем лишь четверть. Три четвертых мы экспортируем. И это зерно где-то ждут. Почему сейчас решается вопрос и Россия идет на какие-то уступки? Я думаю, что нужно искать интересантов. Что произойдет, если Украина потеряет свой экспортный потенциал и перестанет экспортировать это зерно? Если мы не найдем экспортных путей, мы просто перестанем даже выращивать его, потому что сельхозпроизводители не смогут его куда-нибудь продать. Мы не сможем увеличить внутреннее потребление в 4 раза. Это просто нереально. Поэтому мы должны либо найти пути экспорта, либо сократить производство. При сокращении производства страны Африки больше не получат зерна из Украины. Ни через месяц, ни через два, ни через год, ни через три. Что будут делать эти 40-50 миллионов? Эти 40-50 миллионов человек сядут дружно в лодки любых размеров, резиновые, деревянные, и поплывут в Европу. И представьте себе, приплывают в Европу 40-50 миллионов человек. Это 10% от всего населения Европы, которые будут требовать субсидий, будут требовать каких-то условий жизни, будут рассказывать о том, каких нужно поддерживать. И это будет социальный конфликт, социальная проблема для Европы на долгие-долгие годы. Ни один из политиков не сможет ее обуздать ни в одной из стран мира. Поэтому, я думаю, осознание этой проблемы подталкивает наших партнеров европейских для создания условий, при которых России придется уступить и разрешить экспорт зерна из Украины. Потому как это окажется меньшим бредом для России по сравнению с тем, как Европа может создать еще большие трудности для Российской Федерации. Алексеевич, безусловно, не кажется ли вам, что Россия таким образом пытается преуменьшить роль Украины в том, чтобы накормить страны, которые действительно нуждаются в украинском зерне, и присвоить себе этот статус? Мол, а вот теперь Россия всех кормит. Это на самом деле Россия такая благодетельница, и Россия вам поставляет это зерно. Ну, один из примеров, да, извините, вклинюсь, Жебек-Жолы. Да, вот это вот корабль, с помощью которого вывозилось зерно. Украина, я напоминаю, заявила о том, что просила Турцию арестовать вот это судно Жебек-Жолы, которое вывозило зерно из Бердянска. Вот один из способов Российской Федерации показать себя благодеятелями, давайте так. Ну, вывозили зерно наворованное, ворованное на этом Жебек-Жолы, и я очень рад, что Министерство иностранных дел документирует все такие факты. Я уверен, что Украина сможет получить компенсацию за все украденное имущество, в том числе зерно, россиянами и террористами из Украины. Но если вернуться, что Россия хочет показать себя такой благодетельницей, я думаю, что уже абсолютно очевидно, какая она благодетельница. Единственное, их машина информационная работает в мозге их жителей, весь мир видит, что они делают. Я общаюсь с очень многими странами, с партнерами по всему миру, я торгую зерном уже 30 лет, и могу вам сказать, везде мнение однозначно одинаковое. Это Россия, страна террористов, поэтому любые их предложения, подвижки, они выглядят исключительно с вынужденной стороны. Я бы не сказал, что Россия добровольно это делает. Это вопрос переговоров, вопрос предложений, которые могут быть выгодны для России. И я так понимаю, что европейские партнеры и украинская сторона достаточно эффективно ведут переговоры по поводу открытия портов. Ну и добавлю, Украина на четырехсторонних переговорах в Стамбуле, в Турции по экспорту украинского зерна предложила создать алгоритм навигации в Черном море для безопасного судоходства. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак об этом сказал, как раз сейчас видим видео с переговоров, да, стамбульских. Давайте услышим господина Ермака и далее вернемся, обговорим. Украина предложила сформировать базовый алгоритм функционирования навигации в Черном море. Это позволит обеспечить экспорт украинского зерна и обеспечить продовольственную безопасность миллионам людей по всему миру. По результатам переговоров стороны договорились сформировать общий координационный центр под эгидой ООН, который будет находиться в Стамбуле. Его задачей будет осуществление общего мониторинга и координации безопасной навигации в Черном море. Андрей Ермак, глава Офиса Президента Украины. Николай, у нас еще впереди такая огромнейшая тема, на которую, к сожалению, не так много времени. Это процесс сбора зерновых сейчас, в момент обстрелов. Но вопрос экспорта все-таки хочется закончить. Если говорить о диверсификации потоков экспортных, насколько реалистично экспорт такого же объема зерновых другими путями? Да, уже ранее была информация из Литвы, уже была ранняя информация о прохождении железнодорожными путями. Насколько диверсификация в эту сторону, тоже автомобильной техникой, она может восполнить объем, который экспортировался благодаря суднам, благодаря морю? К сожалению, заменить порты невозможно для Украины. Даже на сегодняшний момент это в три раза меньше. Совокупный экспорт через реку Дунай, через железнодорожные переходы и через автотранспорт. Мы экспортировали чуть больше 2 миллионов тонн в июне месяце, по сравнению с 6-7 миллионов ежемесячно через порты. Но проблема даже не в этом. Проблема заключается в том, что транспорт этими путями, он в 4-5 раз дороже по сравнению с транспортом, который мы делали через порты. И этот транспорт через альтернативные, не через порты морские Украины, он создает условия, при которых выращивание зерна становится абсолютно невыгодным. Поэтому я очень переживаю, что если порты не будут разблокированы, то сельхозпредприятия в Украине очень существенно сократят свои пассивные площади. Еще один аспект. Вот как раз переходим к теме сбора. По данным НАСА, около 20% сельхозугодий в Украине, они находятся под либо захвачены, они еще также огромное количество полей уничтожены российскими оккупационными войсками. Как проходит процесс сбора урожая, плюс еще пассивная, не забываем об этом, под постоянным огнем российских войск? Вы знаете, я восхищаюсь нашими фермерами. Они вышли в поля просто на тракторах, как герои. Они без бронежилета, у них ничего нет, в них стреляют. Куча фотографий, множество видео, как они убирают, объезжают ракеты, которые не взорвались. Около 20-30% ракет и мин, которые запущены террористами российскими в украинскую сторону, они же не взорвались. Они так и лежат на полях. И перед тем, как зайти в поле косить, нужно обязательно приглашать группу саперов, которые будут проверять. Но есть отважные парни, которые вскочили в трактор и быстро надо убирать, иначе оно высыпется через три дня, такие погоды стоят. И они просто объезжают, и такие необкошенные мины. Видел видео, как в Херсоне российский вертолет просто летает над полем и специально сбрасывает зажигательные свечи, поджигая поле. Он не уходит ни от кого. Эти зажигательные свечи используются специально для ухода от ракет. Но он летает на высоте 3-5 метров над полем и зажигает поле. Это сознательное уничтожение. Разговаривал с ребятами, которые находятся в Херсоне на линии огня. Они говорят, мы косить не будем вообще. Мы просто не в состоянии косить. Мы не в состоянии выйти в поля. Поэтому я думаю, что вот эти 20-23%, которые находятся под оккупацией, половину там точно не уберут. А возможно и все не уберут. Возможно, зайдет очередная российская банда и чужие поля скосит, украдет. Я не знаю, что будет происходить на этих оккупированных территориях. Но то, что к нам пришли воры и террористы, это очевидно. На всех землях, куда они зашли, они все уничтожают, воруют. Ничего будущего там нет. Ну, я добавлю к слову, да, Синельниковский район, Днепропетровская область 6 июля. Начался пожар на поле. Тоже была часть уничтожена, собственно, самого поля. По словам Тараса Высоцкого, это первый замминистра аграрной политики и продовольствия, планируется собрать от 50 миллионов тонн зерновых. Урожай ждется чуть выше, чем, кстати, среднестатистический за последние пять лет. Что тоже, как мне кажется, важно заметить. Внутренние потребности Украины, по словам Высоцкого, это около 20 миллионов тонн. Но еще один аспект. Целями для российских войск были не только конкретно поля, позиции украинских военнослужащих и многое другое. Это конкретно места, где зерно хранится. По вашему мнению, как решить вопрос? Возможно, нужны мобильные какие-то места для хранения. Как решить вопрос того, что российские ракеты попадают четко в места хранения зерна? Ну, я не знаю, как решить такой вопрос. Это действительно вопрос серьезный. Потому как любой элеватор, который вмещает в себя 50 тысяч тонн при цене зерна в 300 долларов за тонн, это 15 миллионов долларов, которые лежат на этом элеваторе. Сколько ракета стоит? 200-300 тысяч долларов. Соответственно, паритет поражения очень высокий. У нас с вами, кстати, возможно, и не хватит даже емкостей для хранения. Потому как у Украины до этого было 1200 элеваторов, общей емкостью где-то 63-65 миллионов тонн. 20% из них находятся под оккупацией. Значит, у нас осталось около 50. Если урожай масличных и зерновых вместе мы прогнозируем на уровне 70 миллионов тонн. Я согласен с прогнозом господина Высоцкого. 50% это будут только зерновые. И будут еще подсолнечник около 10 миллионов тонн, плюс рапс, плюс соя и все остальные. То мы с вами просто не сможем разместить их. Потому что у нас большие переходящие остатки, которые мы не отэкспортировали, где-то 25-26 миллионов тонн. И плюс новый урожай в 70 миллионов. Итого это под 100 миллионов тонн, а емкостей под хранение сертифицированных осталось где-то 50. И у фермеров, я думаю, своих складов где-то на 20. То есть у нас где-то 30 миллионов некуда будет сложить. Раньше это не было бы проблемой в связи с тем, что мы могли в месяц экспортировать по 6 миллионов тонн. И за ближайшие 3-4 месяца до кукурузы мы бы экспортировали этот недостающий объем. Но сейчас мы можем экспортировать максимум 2 миллиона тонн. И мы можем столкнуться с проблемой. Поэтому будем применять мобильные, так называемые сайлаббэги или рукава для хранения. В каждый из них влазит по 500 тонн. Ну и будем рядом с альфаторами, с полями раскладывать это. Есть такой опыт. Мы это делали уже неоднократно на протяжении последних 5 лет. Алексеевич, и для того, чтобы подытожить, основываясь на той ситуации, которая есть сегодня, из того, что есть в запасах на данный момент, из того, что у нас есть возможность, по крайней мере, собрать, достаточно ли этого урожая для того, чтобы не допустить продовольственного кризиса? Ну, когда люди начинают говорить о продовольственном кризисе в Украине, это, конечно, вызывает смех. У нас с вами только одной пшеницы осталось. А, не в Украине. В Украине. Ну, это будет проблема. Не в Украине. Это будет проблема на долгие годы. Если сейчас, в течение двух-трех недель, мы не решим вопрос с деблокадой портов, эта проблема станет в мире на несколько лет. Потому что, если в этом году сельхозпроизводители разорятся, из-за того, что вырастив продукцию, они в состоянии будут ее продать, они сократят пассивные площади. Площади – это инертная такая вещь. Они не смогут ее завтра увеличить, потому что они разоряются из-за того, что у них нет денег. И где они завтра деньги возьмут? Банки международные их не финансируют. В этом году министерство очень эффективно работало, но привлекли деньги только у государственных банков. Частные банки не дают кредиты. Война, риски. Поэтому где фермеры возьмут деньги на пассивную? Международные компании, которые поставляли средства защиты растений, топливо, удобрения, семена, на сегодняшний момент ничего не поставляют, потому что фермер не платежеспособный. Я думаю вообще, что удобрения на ближайшие пару лет вообще не будут продаваться, не будет платежеспособного спроса. Поэтому единственный способ решить мировой продовольственный кризис – это разблокировать украинские порты. Другого решения не существует. Николай Алексеевич, благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Информационный марафон «Фридом» благодаря спутниковому вещанию и также YouTube-трансляции можно смотреть далеко за пределами Украины. Я думаю, что та информация, которую предоставили в нашем эфире, она действительно достаточна для того, чтобы каждый человек смог собственно провести анализ, как на самом деле обстоят дела. Информационный марафон «Фридом» продолжается. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok